Всем привет! Спешу-спешу в очередной раз уведомить, что 17 декабря начнется старт бета-теста чемпионата Russian AI Cup. У меня уже как-то было освещение этого чемпионата, по-моему, два года назад. Так вот, в этом году начинается новый чемпионат. И ссылки на непосредственно сайт и на статью в Хабре будут под видео. Поэтому, если вам не лень самому это прочитать, то можете прекращать смотреть видео и идти и читать. А я вкратце зачитаю то, что есть в статье на Хабре. Итак, это, как пишут, будет зрелищное 3D соревнование. Ну, понятное дело, с 2012 года проводятся соревнования и все такое. Итак, какая же будет задача? Задача у нас тут, ну, не у нас тут, у них будет. Задача посвящена футболу. У них было уже соревнование коды хоккей, там хоккей, надо было управлять хоккеистами. Но это немного другая. Их вдохновила динамичная игра Rocket League. Лиги, как-то так. Вот, и они решили на этот раз создать не 2D, а реально 3D игру. Ну, чемпионат с использованием 3D моделей. Также у них есть в Телеграме чат. Это все, это все где-то, вот, Телеграм, ВКонтакте, ну и всякие там ссылки есть. Итак, пишут, что они улучшили саму платформу проведения и инфраструктуру. Теперь движок работает из Докер. Ну, насколько я знаю, если это в Докере, то это все упрощает. Потому что можно сразу скачать образ и, ну, со всеми необходимыми библиотеками, зависимостью и со всем-совсем остальным. И, соответственно, у вас по идее со старта начнет это все работать. То есть, со старта все запустится, запустится приложение, ну, там, клиент какой-то, сервер. Короче, все будет готово для того, чтобы писать свои решения. Если у меня будет время, я, конечно же, когда они запустятся 17 декабря, то я сделаю небольшой обзор, как я это скачал и установил и запустил. Если будет времени. Времени очень мало. У меня даже сократилось количество видеороликов, которые выходят. Так вот, ну, продолжим. Решения будут обсчитываться на современном железе, а именно 200 ядрах. Intel Xeon. Я говорил Xeon, но кто-то меня когда-то поправил, говорит Xeon. Короче, на 200 ядрах Intel Xeon. И много цифр и букв каких-то. Говорят, они ощутили всю мощь этого всего через интерфейс MCS какой-то. Короче, там, вон, я смотрю, у них скриншоты есть виртуальной машины. И 16 дисков, IP7, объем диска терабайт, 18 процессоров, 48 гигабайт. Ну, короче, мощный комп. На мощном компьютере это все будет обсчитываться. Итак, что же дальше? Игровой мир находится в космосе, на астероиде, который курсирует по галактике. И на нем, вот так вот получилось, построен стадион, на котором бегают роботы и пинают мяч. Цель, понятное дело, выиграть матч. То есть забить как можно больше голов за какое-то N количество тиков. То есть N это единица времени в игровом мире. Вот так вот выглядят скриншоты. Вот у нас поле. И вот здесь будут бегать наши андроиды. Ну, или роботы. Итак, робот, находясь на астероиде, может задать себе ускорение в любом направлении. Поворотов у объектов в модели нет, только визуально. Роботы в модели являются шарами. То есть это модель робота, она, я так понимаю, окружена, ну, описана сферой, либо шаром. Так вот, роботы в модели являются шарами меньшего радиуса, чем мяч. Поэтому можно бить навесом. Так, и вот гифка какая-то, которая показывает, да, что у нас тут. А, роботы, я понял, роботы меньше, чем сам шар, они маленькие. А мяч большой. И вот мяч вылетает, и роботы бегут, и кто-то куда-то забивает. Понятно, понятно. Я тут смотрю, какие-то бонусы даже есть, да. Какие-то то ли ускорители. Вот мы видим нитро. А, это, наверное, нитро, чтобы быстрее бить. Итак, в первом раунде каждый игрок получит одинаковое количество футболистов. Количество пока они не скажут. Во втором раунде футболисты могут использовать буст, или нитро, с ограниченным запасом топлива, которое можно пополнять, собирая баки на поле. Буст появляется в фиксированных точках и возобновляется через некоторое время. Третий раунд. У каждого игрока станет больше футболистов. Сколько, тоже не скажут. Итак, расписание. Песочница. 17 декабря, 5 января. Ну, я думаю, тут где-то до 31 декабря будет. А дальше пока все отойдут от праздников. То есть, отойдут лишь самые крепкие. Либо кто в эти праздники особо не входит. Итак, что тут дальше? Ну, тут написано. Понятно, начинается бета режим и все такое. Если будут ошибки, они будут исправляться. Подарки. Подарки вроде бы как и были до этого. Первое место MacBook Pro. Дальше MacBook Air. Третье Apple iPad. Четвертое Samsung Gear S3. Пятое жесткий диск на 6 терабайт. Western Digital. И шестое. Тоже какой-то жесткий диск. Western Digital на 4 терабайта. Для топ-6 победителей. Песочницы. Песочница. То есть, если вы в песочнице в топ-6 попадете, то вам дадут жесткий диск на 2 терабайта. А, тут было написано. Да, вот по сравнению ничего не изменилось. Но, можно будет заменить подарок на эквивалентный по стоимости. Вот так вот. Ну и, насколько я знаю, они высылают эти подарки куда угодно. Где бы вы ни находились. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Поэтому, чтобы быть в курсе новостей, подпишитесь вот здесь. Подписаться на анонс. И вам будут приходить уведомления. Ну, в целом, все. Поэтому, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.